На этот случай, там посмотрим. На клей пока что? На ленту? Андрей и другие участники команды Иннополис не спали уже больше суток. К экватору научного марафона их изобретение, манипулятор для химических опытов, готов лишь на 40%. Как всегда, идёт всё не совсем по плану, но мы движемся в хорошем темпе. У нас уже почти готов манипулятор. Нам немножко не хватает материалов. Скорее всего, у нас ребята побегут за блоком питания. В целом всё хорошо, особенно в софтовой части. 100 человек, 12 научных проектов и только 48 часов. Участники из Москвы, Самары, Казани и Петербурга по правилам конкурса должны придумать и воплотить в жизнь научный проект. Здесь и сейчас самая главная задача сделать так, чтобы то, что задумано, работало. Мы выберем и отметим лучший проект с научной составляющей, лучший проект для популяризации, или который сможет популяризировать то или иное направление. Но и номинации достаточно условные, и призы, которые будут вручаться, они тоже просто приятные призы, но не больше. Здесь и команда уже сработавшихся специалистов, и группы молодых учёных, познакомившихся друг с другом накануне. Тематика проектов от генетики и медицины до картографии и бизнес-тренингов. Руч у нас есть волос человека. Всего лишь волос, и мы можем получить 3D-модель его лица. И как бы полная деанонимизация людей. Этого достаточно, чтобы изразиться. Спустя сутки на площадке осталась лишь треть участников. Остальные не выдержали ритма и решили сделать перерыв. Ушли спать, докупать детали к проекту или просто обдумать научную идею в ближайшем парке. Готовность около 50%. Я абсолютно уверена, что успеют, потому что по опыту прошлых мероприятий всё можно успеть даже за 2 часа, если у тебя готовность 50%. Пока все команды разрабатывают программное обеспечение. В 21 веке практически любой научный проект не обходится без программистов. Презентации с результатами работы участники представят в воскресенье. Василий Михеев, Алексей Хюркис, Александр Остапенко и Наталья Сулюкина. Live78.